Каждый год в странах постсоветского пространства мужчины поздравляют женщин, своих сестер, матерей и жен с праздником 8 марта. К сожалению, данное явление получило распространение и среди мусульман. По поводу этого праздника возникает много вопросов. Что это за праздник? Не противоречит ли исламу этот праздник? И разрешается ли мусульманам отмечать этот праздник? Историю возникновения этого праздника мы традиционно связываем с Кларой Цеткин, которая создала состоящий целиком из женщин революционный отряд для борьбы за равноправие мужчин и женщин. И хотя создание его было делом не одного дня, решено было выбрать день, который можно было бы считать днем рождения женского пролетариата. Этой датой по предложению члена ЦК Социал-демократической партии Елена Гринберг было утверждено 19 марта. И первый международный женский день отмечался в 1911 году в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии именно 19 марта. В 1912 он проходил в тех же странах, но 12 мая. В 1913 из-за организационных трудностей получился полный разнобой. В Германии отмечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии 9 марта, по Франции и России 2 марта. И только в 1914 году впервые повсеместно международный женский день провели 8 марта, так как он совпал с воскресеньем, то есть с нерабочим днем. С тех пор этот праздник закрепился на дате 8 марта. К сожалению, интеллектуальный упадок, который постиг исламский мир, привел к тому, что идеи эмансипации вместе с этим праздником распространились и на мусульман, в том числе и на мусульман Центральной Азии. По имеющейся информации, в советский период в Таджикистане и Узбекистане некоторые женщины сняли платки и провозгласили свою независимость именно 8 марта. В Таджикистане же с 2009 года по инициативе Рахмона праздник стал называться Днем Матери. Этот день в Таджикистане остался нерабочим, но несмотря на другое название, суть осталась та же. Разрешается ли праздновать этот праздник мусульманам? Исходя из вышесказанного, происхождение этого праздника не восходит ни к Корану, ни к Суни, а восходит к противоречащему исламу, демократическому движению за права женщин и эмансипацию. Аллах же ограничил поступки мусульман законами шариата, вменив обязанность праздновать лишь два праздника – Идаль-Фитр и Идаль-Атхан. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, у того, кто совершит какое-либо дело, не соответствующее нашему приказу, оно будет отвергнуто – муслим. Поэтому мужчинам исламской уммы не нужно какие-то определенные дни, когда они будут проявлять заботу о своих матерях, сестрах и женах. Мусульманка каждый свой день проводит в заботе и внимания со стороны своего мужа, отца, брата, сына, которые за нее отвечают. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, лучшие мужчины из моей умы – те, кто лучше всего относятся к своим женам, и лучшие женщины из моей умы – те, кто лучше всего относятся к своим мужьям.